Тайна имени Артём Похожее древнегреческое имя Артемий означает слово «здоровый». К сожалению, в детстве Артём не может оправдать этого имени. Слабое место в здоровье Артёма – дыхательная система. Так Артём подвержен частным респираторным заболеваниям. С детства Артём довольно покладист, покоен и не будет никому навязывать своё умение. В школьный год Артёма для мамы обычно проходит беззаботно. Артём начитан, он всегда объективен в оценке ситуации, старается всегда говорить правду, хотя может и пострадать от этого. Артём похож по характеру на свою мать. Ребёнок общителен и доброжелателен. Эти качества и к зрелости не утрачиваются. Артём остаётся покладистым, но в то же время целеустремлённым. Что касается работы, то Артём не считает карьеру первостепенной, но способен добиться безбедной жизни. Артём добивается всего своим трудом. Он умеет хранить чужие тайны и может стать надёжным помощником, руководителем большого предприятия. Часто характер Артёма может быть довольно противоречивым. В профессиональном плане Артём может достичь значительных успехов в ювелирном деле, в медицине, станет прекрасным художником, архитектором, педагогом, часовым мастером или журналистом. В семейной жизни Артём становится прекрасным мужем. Он трудолюбив. Артём по своей натуре питает слабость к переменам. Он любит путешествовать, хорошо водит машину, сам будет её ремонтировать. Лидером в семье Артём не станет. Он любит принимать гостей, часто готовит для них вкусные, деликатесные блюда. В Артёме может прослеживаться довольно сильное упрямство, но оно не перерастает в открытый конфликт. Люди с именем Артём достаточно талантливы, у них богатые воображения. В связи с этим они больше всего читают приключенческую литературу. Артём будет заниматься спортом, однако особых успехов не достигнет. Скорее всего, занятия спортом будут больше для себя, чем для медалей. Артём, который родился летом, очень отзывчив и добр. Он доверчив, поэтому мать часто переживает за Артёма. Однако нет необходимости переживать за него. Артём прекрасно сходится с новыми людьми. В интимном плане Артём любит продолжительность и качество. Артём постоянен в связях с противоположным полом. Он больше любит отдавать партнёрше, чем получать самому. Своё же удовольствие Артём получит тогда, когда удовлетворит партнёршу. Артём не сможет заниматься любовными играми просто так. Здесь обязательно должна присутствовать любовная составляющая. Партнёрша должна поддерживать Артёма, понимать. Артём может любить многих женщин, но эта любовь не будет одинаковой, точно так же, как не будет одинаковым и проявлением этой любви. Часто само утверждение в отношении с женщинами может привести к смене половых партнёрш. Таким способом Артём снимает стресс, который может возникнуть как от положительных, так и отрицательных эмоций. В этом плане Артём довольно изобретателен, хотя может и уставать от этого. Артём большое внимание уделяет внешнему образу женщины, её фигуре. Если Артём вступил в интимный контакт, то он будет надеяться получить от партнёрши максимум нежности, любви и наслаждения.